Приветствую вас, интернациональная аудитория! На канале Каменный Успех. Дома из камня. Мы сейчас на острове Икория. И я хочу, чтобы вы посмотрели каменную культуру Икории. То есть, из чего и каким образом делались крыши. Вы увидите современные крыши и старинные крыши, которые сделаны из того же камня. Здесь вот едешь на машине и глаза разбегаются, когда видишь вот такие разные построечки, крыши. Вообще интересно. На Бриллее, вот на такое старинное здание, вот если посмотреть, из пластушек сделана крыша. И люди не пытаются перебрать ее, перезагрузить, так сказать, сделать по-быстрому там современно. Это очень красиво смотрится. Она, возможно, и не течет, и никогда не потечет. Она будет долго-долго еще стоять. Даже самые каменные стены, все. Ну, то есть, люди строили с того материала, который у них рядом. Это самый дешевый материал. Итак, мы можем увидеть даже современную работу. То есть, смотрите, где пластушки прямо. Ну, и вот там дешевые, перекладывается другими пластушками. И туда стекает, просто стекает определенный наклончик. Вот там побольше. Здесь такой нормальный. Вода успевает нормально стекать. Она даже не протекает. Нормальная работа. Нормальная работа. Вообще классно, конечно. Камень. Уложенный, как черепица. Крыши по-разному сделаны. Если вы присмотритесь, вы однозначно увидите разные виды кладок крыш. С одного материала. Где-то затерто раствором, но это современно. Где-то глина. Где-то вообще ни глины, ни раствора, ничего нет. Возможно, вода вымыла. Каркас под крышу в основном шел деревянный. То есть, идет конусом выложена стена наружная. То есть, торцевая и с другой стороны торцевая. И потом посредине идут перекладины. И уже брусья, на которые кладется плетняк этот. Делались рейки на том расстоянии, на который можно найти камень. Пластушкой перекрывала следующую пластушку. И вот эта пластушка положена по принципу нахлеста. Выкладывается первый ряд снизу и пошли вверх. Если вы начнете сверху, конечно, это будет неправильно. Этого никто не поймет. Конечно, пластушка кладется снизу вверх. То есть, вымощенный первый ряд. И верхний ряд уже кладется нахлест. И так, за счет нахлеста, вода не проникает вовнутрь. И эта постройка стоит очень долго. Можно ли без раствора класть пластушку? Конечно, можно. Можно просто взять и положить пластушку на глину. Я думаю, что глина лучше будет держать, чем раствор. Потому что раствор потрескался, и все, появились трещины. А глина разбухла. Потом раз — сохлася. То есть, за счет ссыхания глины, камнем она придавливается, и все, нет трещин. Потом раз — пошли дожди, и она разбухла. Камень немного приподняла. Просто само заживление идет в глине. И за счет этого такие крыши стоят очень долго, и они не текут. Одним словом, хорошие крыши. Сколько лет может быть такому дому? Не важно, сколько ему лет. Важно, как сделана крыша. То есть, если крыша хорошая, значит стены не будут расползаться. Но если рухнула крыша, допустим, камень положен на глину, на землю. И если в стену попадает вода, естественно, за счет давления сверху, и если промокает полностью стена, она потом выдавливает. Но если в вашем каменном доме хорошая добротная крыша, за каменный дом, можете не беспокоиться. Такой дом простоит и 100, и 200, и 300 лет. Мы встречали современные каменные виллы со старинными каменными крышами. Нельзя пройти так, чтобы не посмотреть. Такие крыши являются классикой жанра, классикой каменного искусства. Вы не везде увидите эти крыши, только в определенных местах. Мы живем на острове Патмос. И Корея от нас час езды на катамаране. То есть, это очень близко, это возможно 50-100 километров. Но насколько разная культура, каменная культура. Насколько разный климат. Очень красивый остров Икария. Советую побывать на нем. Мы сделаем серию видео о каменной культуре Икарии. Состоятельные люди, стройте из камня. Мастера, зарабатывайте на камне.